Вопрос с Крымом до сих пор обсуждается. Еще одно мнение, достаточно спорное, известного русского галериста и диссидента, который эмигрировал из России и проживает в Черногории, Марата Гельман. Вот что он говорит. «Мне кажется, что мы неверно пользуемся такими словами, как исправить ситуацию или вернуть Крым. Но время же не течет вспять, и история не кинолента, которую можно перекрутить обратно до, например, 2013 года. Тот, кто будет в России после Путина, действительно вынужден будет разбирать оставленное наследство, но должен будет предложить новую политику, а не возврат к старой, до Крымской. Скорее всего, Россия по хорошему сценарию будет все еще страной в тех же границах, но в отличие от сегодняшнего дня будет исчерпан лимит лояльности граждан к власти и будет истощенная санкциями и противостояниями с миром экономика. Думаю, это будет новая ситуация, в которой Крым будет гораздо более автономен, чем это было и в украинский, и в российский период. При этом Россия предложит всем, кто хочет остаться гражданином страны, новое место жизни в России и попросит у ЕС на эту программу денег». По словам Гельмана, это все идеальный сценарий, чтобы он стал реален. Для него необходимы три условия. Первое. Украина справилась со своими внутренними проблемами, как с постсоветскими, так и новыми, привела свое законодательство в соответствие стандартами ЕС. Второе. ЕС преодолел кризис и не потерял интерес к расширению. Третье. В России мирная власть перешла от путинской к политикам нового типа, выдвиженцам из гражданского общества, образованного класса. Еще я хотел бы заострить внимание людей, которых все еще интересует вопрос с Крымом. Те, кто думает, что вопрос раз и навсегда для России закрыт, подумайте вот о чем. Ксения Собчак бесспорно проект Кремля. Она выдвиженец Владимира Путина и создана лишь для спойлерства, для того, чтобы оживить всю эту дурацкую предвыборную кампанию, Ну и для того, чтобы оттянуть часть потенциальных выборщиков Навального на себя. Но это якобы такая «либеральная» в кавычках альтернатива. Конечно, устроят какие-нибудь показательные дебаты с Явлинским или Жириновским, все это будет настоящая клоунада. Но она, как бесспорный проект Кремля, тем не менее, абсолютно открыто говорит о том, что Крым, извините, Украина, и что было совершено беззаконие. Это говорит о том, что ей разрешено это говорить. Это говорит о том, что Путин как бы посылает через Собчак Западу такие месседжи, что, знаете что, этот вопрос до конца не решен. У нас все-таки есть люди, которые могут поставить этот вопрос под сомнение. А если мы хорошо с вами поторгуемся, то, например, мы сделаем Ксению Собчак президентом России, и тогда решим этот вопрос. Это произошло бы точно так же, как, например, с Дональдом Трампом в Америке, когда никто не ожидал, но и вдруг неожиданный фрикс, человек из шоу-бизнеса, становится президентом большой страны. Почему бы в России не повторить такой же сценарий? Первое, что они могли бы тогда сделать? Они позволили бы ей исправить ситуацию. То есть, как бы людям была показана такая картина, ну что с нее взять, баба дура ломает сейчас дрова, ни на кого внимания не обращает, хочет исправить ситуацию своими «бабскими» методами и возвращает Крым в Украине. Естественно, по договоренности с ЕС, естественно, с международными наблюдателями, но она исправляет ситуацию. Путину идти назад просто невозможно, потому что он строит из себя мачо, который ни за что не уступает Западу. Но выходить из этой ситуации ему нужно, потому что он понимает, санкции не будут сняты до тех пор, пока крымский вопрос не решен. И вот тогда им бы не мешало выдвинуть Ксению Собчак на 4 года, которая как бы вернула бы состояние статус-кво на 2014 год и остановила войну в Донбассе, вернула Крым. А то, что пропутинская часть аудитории будет возмущаться, можно будет в любой момент сказать, ну что вы хотите, вы выбрали себе президента из Дома-2, вот теперь получайте. А потом бы через 4 года либо вернулся ставленник Путина, либо вернулся бы сам Путин. Но даже если эту карту они разыгрывать не будут, я почему-то думаю, что их политтехнологам все-таки слабо разыграть этот сценарий, тем не менее ее устами они позволяют озвучивать вопрос о том, что Крым украинский. Попомните мои слова, господа, те, кто скептически настроены, через Ксению или Собчак, через какие-либо другие действия, но Путин изо всех сил ищет решение, как бы вернуть Крым.